Добро пожаловать в куб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Звонок мертвецу. Звонок женщины 1992 года. Наступил день благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слейд решает справить праздник, побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний коронный выход по высшему разряду. Изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты. Есть лишь две проблемки. Первая – Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая – волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симс. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слейду, так это зеленый юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда. Хэллоуин. Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь. Но вернется оно все равно неизбежно. Что скрывает ложь 2011 года? Идеальная семейная пара, успешный бизнесмен, торгующий бриллиантами, и его очаровательная жена-дизайнер. Но когда в их роскошный дом придут незваные гости, и нависнет смертельная угроза, наружу вылезут измена и ложь. Аполлон-18. По официальным данным, Аполлон-17 был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 35 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия, и с ней что-то случилось. Но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились эти сенсационные материалы. Опасный квартал 2011 года. Главный герой – молодой полицейский, приписанный к участку в районе, где в основном проживает рабочий класс. Герой вырос в этом районе, и теперь, когда он вернулся сюда стражем закона, на поверхности оказался некий секрет, который может уничтожить как семью копа, так и его самого. Без компромиссов. 7 или 8, не в граммах, а в полицейских. Именно этим вопросом задается лондонский маньяк, решивший прославиться. Выбрав себе для первых полос таблоидов, звучный псевдоним Блиц, и вооружившись молотком, Барри Вайс выходит на улицы. 8. Калбиана. Кат была всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат – профессиональный убийца. Во что бы то ни стало, она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону Луся. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей – это ее возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка. Вот в сапогах мечи пересекутся, и сердце будет разбито в приключениях с одним из самых любимых персонажей из Шрека – котом в сапогах. Это удалая поездка ранних лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным шалтай-болтаем и сообразительной кисой, чтобы украсть знаменитую гусыню, несущую золотые яйца. Воды слонам. 2011 год. В времена Великой Депрессии студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают и присоединяются к Бензине Бразерс – самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!